Ну что, друзья, всех рад приветствовать, с вами я, Пандос Фиксович, и я продолжаю пытаться собрать состав с полностью рейтингом 99. Получится у меня это или нет, узнаете в этом видосе. Что за криповая обложка у FIFA 23? Что это такое? Кто это? Как на это смотреть? Выглядит как будто кадр из какого-то хоррора. Кстати, не понимаю фиферов, которые записывают уже прощальные ролики с FIFA 23, типа ловить тут нечего, играть неинтересно. Не знаю, я открываю паки каждый день, периодически так же поигрываю и, в принципе, до сих пор получаю какое-никакое удовольствие. Так что, если вы со мной разделяете мой интерес, попрошу вас поставить лукас и оставить какой-нибудь классный комментарий. Ну, типа не хочется прям, знаете, какое-то затишье делать перед FIFA 24 и не выпускать вообще ролики. Так, собственно, что, у меня тут куча различных пакетиков, если мне что-то дропнется, вы об этом непосредственно узнаете. А, ну да, кстати, я еще обновил состав свой и приблизился к своей цели еще на один шаг. Так, у нас в СБЧ вышла еще одна карточка 99-го рейтинга, Джуд Белингем, познакомьтесь. Терри Анри тут без сыгранности получается и также у меня тут рай сапнулся. То есть, получается, у меня сразу 8 карточек с рейтингом 99. 8, пацаны. Осталось совсем немножко и моя цель будет выполнена. Вы, кстати, наверняка уже заметили, что на мне очень крутецкий мерч. Посмотрите, Пари Нижний Новгород подогнали мне эту красоту. Даже мой личный номер сделали. Ну и мне, друзья, лишь осталось напомнить вам о том, что моими спонсорами являются компания Пари, которая поддерживает каждый мой видеоролик. У них на сайте вы можете найти множество спортивных дисциплин, начиная от футбола, заканчивая киберспортом. Ссылочка в закрепленном комментарии. А если вы еще, друзья, пройдете верификацию до конца, получите классный бонус фрибет на косарь. Также не забывайте, что у них есть удобное мобильное приложение. Ссылочка будет в закрепленном комментарии. А если вам нужна новая EFC24, либо подписочки на PlayStation, ссылочка будет также в описании. Ну и вместе с этим напомню про мой личный сайт по продаже монет PandaCoin. Также, друзья, у нас в игре доступны снова пики футис 94+, мои любимые. Именно здесь мы будем пытаться поймать либо Криштиану, либо Месси, либо Роналду. Пять попыток у нас есть. Ну, параллельно с дубликатами буду открывать эти пики. Первый на сегодня, один из четырех. Поехал, смотрим. Габриэль Жезус. Этого парня у меня еще не было, 97 рейтинг. Карточка стоит, сколько? 128 тысяч. Ну, цены, конечно, печальные. Так, 10 игроков, 86+. Открываем. Так, тем временем мы собрали еще один пик 94+. Давайте посмотрим. А, блядь, можно и не смотреть. Опять мне повезло. Так, друзья, без передышки сразу же открываем еще один 94+. Смотрим. Ну, это аналаки. Одни тяжелиться падают. Где мой Криштиану? Где мой Месси? Собираем легендарного Ройса. Так, без тормозов. Собираем еще один пик 94+. Открываем. Смотрим. Ооо, друзья, это случилось. Иди сюда, 99. Я совсем забыл про то, что есть еще и Ливандовский 99. Что у него по позициям? ФРВ и ЦФД. Это хреново, но моя цель стала чуточку ближе. Сколько он стоит? Нихера себе. Лям 800 он до сих пор стоит. Здорово, здорово. 99-й рейтинг. Микаутадзе смотрит такой, ну, от нихуя себе, Пандос, тебе повезло. Так, ну, теперь вопрос в том, куда его нахрен ставить. Типа, Ронал Дини убирать? Как это все линкануть? Вот в чем вопрос. Ладно, похер. В любом случае, уже получается у меня в составе 9 игроков с рейтингом 99. Осталось немножко крайки. Но, в принципе, можно сочетерить и поставить схему в 3 защитника. Еще один 1086. Открываем. И тут мы видим. Я-я-туре, здорово. Это тоже топ карточка, слушайте. 600 тысяч. Я его ловил на своем прошлом аккаунте, а он показывал, что он стоил 2,5 миллиона. Опустился до 400 тысяч. Но, при этом, карточка очень даже ничего. Соответственно, отправляем. А, тут еще и Гризман завалялся. Он вроде вообще копейки стоит, да. На 80 тысяч. Печально. Открываем. Кап Девилла. Этот парень у меня уже имеется. Очередной пак. Футис Диего Карлос. Но мне нахер не нужен. Может быть здесь? Нет, не может. Ну ладно, давай вот здесь вот. Снова Левандовский падает. Лол. Так, вот здесь вот чувствуем МБП, пацаны. Ага. Нихрена. Три розовые карточки. Фарлан, Диего Карлос и Дюмфлес. Опять же, я не знаю, что многие фиферы ноют, что контент неинтересный. Мне очень даже интересно. Я в кайф сижу, кручу паки. И когда у тебя есть цель, опять же, собрать состав с фул карточками 99. Это становится интереснее. Поэтому ставьте себе цель и кайфуйте. Когда вы еще сможете вот так вот крутить бесконечно паки. Еще при этом получать удовольствие. Ну и по сути вы практически за все топовые карточки можете спокойно сейчас поиграть. Так, я уже не знаю, какой по счету это у меня пакетик. Опять Кабдевиле мне падает. Так, ну получается на сегодня это будет последний пик. 94 плюс. Левандовский мы поймали. Давайте теперь Мбаппе. Либо Криштиану, либо Месси, либо Наймара. Хорошо, ты добавил последний пик. 94 на сегодняшний... Третью займусь. Да, с последним пиком нам не повезло. Давайте смотреть, что из этого можно сделать. Скорее всего, да, тут нужно три центральных защитника. Делаем вот такую вот схему. Допустим, вот так вот херачим. ЦП, ЦП, ЦЗ, ЦЗ. Ага, так, ему даем ЦФД. Левандовский тоже ЦФД. Зидану даем ЦП. И слушайте, смотрите, как красиво получается. Единственное, конечно, этот Ким Нинджай вообще не в тему. На ПП можно поставить Гаву. Ну и сюда поставить Швайнер. Ну, пока что, друзья, как-то так. 9 карточек с рейтингом 99. Осталось всего лишь 2 карточки. Найти кого-нибудь на ЦЗ. Ну, надеяться на то, что Яшники выкусят кого-то на ЦЗ с рейтингом 99. И ПП. На ПП есть Месси. Но Месси у меня нет. Поэтому буду дальше сидеть, крутить эти паки. Ну и давайте, друзья, тестовый. Один матч сыграем. Ворвемся. У, кстати, смотри, как Швайнштагер уйдет эта форма. Вот это дерьмо, конечно, не склад у него. Так, чувак, что тут финтит, крутит? А у меня тут Зидан 99. В первую очередь хочется затестить Левандовский. За всех остальных ребят я играл. Но, в принципе, тут можно вот так вот сделать. И вот так вот захуярить. Легко. Ай-яй-яй. Вот, собственно, и 3 ЦЗ у меня провалились. Двигаю. Подвинул, проверяй. Так, Гаву. Холланд, ты забегаешь? Холланд забегает, блядь. Такая машина, просто жесть. Вот так вот делаем. Вот так вот. Левандовский. Вот так вот. Хорошо Левандовский. Почти. А, подождите, мяч вернулся. Нормально, нормально. 2-1. Левандовский первый гол с почином, как говорится. Так, Левандовский. А что если вот так вот? Ух. Хорошо приложился. Так, пацаны, гол красавец. Сейчас покажу. Чекайте. Показываю один раз. Смотрите, смотрите. Вот так вот делаешь. Вот так вот подаешь. И вот так вот бьешь. Ух. Ух. О, блядь. Ну и провалы, конечно, у меня. Блядь, я никакие тактики не поставил своим чувакам. Надо было, наверное, что-нибудь там поставить. Ни хрена себе Лео Месси. Вот это ты, конечно, обосрался. Ага. По одному подходите. Вот так вот делаем. Оп. Пролетели. Отлично, Гаву. Вот так вот делаем. А потом вот так вот входим. Блядь. Не вошли. Да что за провалы. Блядь. Опять какой-то невероятнейший провал. Да на рума хорош. Вот вам рейтинг 99, пацаны. Не. Поиграв с чуваком 33 минуты, хочу сказать, что он на кнопочке нажимать умеет. Скорее всего, это чел, который просто по фону создал себе новый аккаунт. И пытается собрать состав мечты с нуля в конце FIFA 23. Кстати, я тоже думал о такой теме. Было бы вам интересно. Напишите об этом в комментариях. Ну, раньше вот я делал ролики собрать состав за 24 часа. Сейчас хочется сделать ролик состав за, там, я не знаю, за час, за два, за три. Ну, так, все, друзья, на серьезке играем. То есть, что тут расслабился, я всякую хуйню творю. Сейчас вот так вот входим. Так вот делаем. И вот так вот проходим. И на нахуй. И на нахуй, блядь. Анри. Тише, тише, говорит Анри. Я, кстати, не помню такую обложку у FIFA. Напомните, из какой она части. Так. Вот так. А потом вот так, хорошо. А потом вот так. И на нахуй. Ух, какой гол сейчас мог залететь. Какая комбинация. Так, Ливандовский. А что насчет файнаса левой? Тоже неплохо. Блядь. Хороший Донорума. Ну, слушайте, рейтинг 99 он оправдывает на все 100%. Хорошие сейвы делает. Так, давайте освежим фланг один. Выйдет Ронал Диньо. Так, кто это здесь так бежит? Антони, блядь. Никто догнать не может Антони. Сумасшедший парень. Что он будет делать? Ой-ой-ой, какие финты знает наш соперник. Прострел. И Донорума снова доказывает, что рейтинг 99 у него не просто так. Так, хочется какую-нибудь красивую комбинацию. Знаете, вот такую вот, например. И вот такую вот. Так, Ливандовский. Ага. В одну. Полетели. Сейчас будет красивый навес на Холландес. Чекайте. Вот такой вот. И через себя. Блядь. И через себя. Да как-нибудь. Ну. Блядь. Оп. Вот так вот крутим. Вот так вот крутим. А потом вот так вот. Ага. Как я его наебал, лол. И лунгшот. Ебать. Все засрал. Так. Хорош пас. Тиери Анри. Тиери Анри. Тиери Анри. Вот так вот. И Ронал Диньо. На нахуй. И блядь. Как это было близко к красоте. Ой. Как хорошо Ливандовский. Как хорошо он сейчас. Ой. Мяч к мне прилетел. Ну-ка. Так. Так. И на нахуй. Блядь. Да ты вы издеваетесь. Ну. Да вы издеваетесь. Блядь. Ну. Да блядь. Ну че. Пофанились. Поразвлекались. Кто здесь у меня лучший игрок матча. Гаву. Который отдал один ассист. Серьезно. Вот это награда, друзья. За финальный сезон. Я даже не знаю что выбрать. Я возьму дерево вот это вот. Так. Пацаны. Я тут вспомнил. Что у меня же еще Алаба есть. Я решил его впендюрить вместо Швайнштагера. И вот так вот выглядит сейчас мой составчик. Опять же. Есть к чему стремиться. На ЦЗ я посмотрел. Что есть 98 Лусио. И на ПП нужно поймать Месси. И тогда составчик будет максимально топовый. Миссия практически выполнена. Надеюсь вам нравятся такие фановые ролики. Опять же. Я до сих пор кайфую. Я играю. Получаю удовольствие. Я не знаю. Может кто-то скажет, что я здесь угораю сижу. Но нет. Действительно. Меньше чем через месяц мой вот этот вот состав превратится в тыкву. И мы снова будем играть обычной иераркой. Поэтому пока есть время. Кайфуем. Ну а у меня на сегодня, друзья, все. С вами был я, Пандос Фикс. Сейчас я вам опять же понравился видеоролик. Прошу от вас Лукас. И какой-нибудь комментарий. Всем чао какао.